Аминь. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и присвоим во веки веков аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови! Бог наш молитвен пречистый, Саматери всех святых помилуй и спасет нас, яко благо человека любиец. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Беседы святителя Иоанна Зотоустого из 12-го тома о молитве. Пусть высушат у меня тех, которые молятся небрежно и ропщат на медлительность дарования просимого Когда я говорю, призови Бога, попроси Его, умоли Его Ты отвечаешь, я просил раз, другой, третий, десять, сто раз и не получил Не отставай, доколе не получишь Когда получишь, тогда отстань, или вернее, и тогда не отставай А пребывай в молитве, если ты не получил, молись, чтобы получить А если же получил, благодари за то, что получил Многие входят в церковь, совершают тысячи молитв И выходят сами, не зная, что говорили Уста движутся, а слух не слышат Ты сам не слышишь своей молитвы, а хочешь, чтобы ее услышал Бог Я преклонял, говоришь, колено, но мысль твоя летала на стороне Дьявол будущий лукав и зная, что во время молитвы мы достигаем великих успехов Приходит к нам в это время Часто ведь мы лежим на постели без всяких забот и ни о чем не помышляя А пришли молиться, то часто падают бесчисленные помыслы Чтобы лишить нас плодов молитвы и сделать совершенно безуспешными И часто бывает, что совершив молитву, мы уходим, как будто бы и не слышав того, что и говорили Итак, когда мы заметим это, то повторим немедленно молитву И если опять с нами случится то же, то скажем ее и третий, и четвертый раз И не прежде перестанем молиться, чем и зальем всю ее пред Богом с трезвой душой и внимательным помыслом Если дьявол заметит, что мы не прежде отстаем от молитвы, чем произнесем ее с отчанием и трезвящейся душой То отстанет наконец со своими кознями, зная, что из его учащрения не выйдет ничего иного Кроме того, что он многократно заставит нас повторять ту же самую молитву Подлинно великое благо молитвы и собеседования через нее с Богом Если беседуешь с добродетельным человеком, приобретает отсюда немалую пользу То каких благ насладится тот, кто удостоится беседовать с Богом? Ты не знаешь полезного тебе Человек часто просит вредного и обманчивого Но он гораздо более пекущийся о твоем спасении Не молитвы твоей понимает, но прежде молитвы предусматривает полезное для тебя В самом деле, если плотские отцы ненепременно дают детям то, чего они просят То потому что, не потому что пренебрегает просящими А потому, напротив, что более заботятся о них То тем более делает так Бог, который и больше всех любит И лучше всех знает, что нам полезно Когда ты ослабеваешь в молитве и не получишь Вспомни, сколько раз ты слышал, как призывал тебя бедный, и ты не послушал его Между тем он не вознегодовал и не оскорбил тебя Причем ты делаешь это по жестокости, а Бог по человеколюбию Итак, если сам ты, не слушая по своей жестокости сараба Не считаешь себя заслуживающим обвинения То как обвиняешь владыку, не внимающим рабу по человеколюбию Если блаженный Давид, будучи царем Поглощенный бесчисленными заботами и развлекаемый со всех сторон Семь раз на день молился Богу То такое оправдание и прощение Можем иметь мы, которые имеем столько праздного времени И не молимся ему постоянно, несмотря даже на то Что мы можем получить от этого великую пользу Невозможно поистине, невозможно, чтобы человек Молящийся с должным усердием И постоянно призывающий Бога Впал когда-нибудь в грех Кто воспламенил свой ум, возбудил душу Переселился на небо и таким образом призвал своего Господа Кто, вспомнив о своих грехах, беседует с ним О прощении их и молит его быть милостивым и снисходителем Тот, предаваясь такой беседе Отлагаясь всякое житейское попечение Окрыляется и становится выше человеческих страстей Аминь Завтра 8 часов начала молитвы После литургии будет у нас вечерний чин прощения А вечером чин прощения будет в Покровском соборе В 5 часов В 5 часов начало вечерни Ну, наверное, прощение начнется в часов, может быть, около 6 Пока дойдет вечерний Так что, кто может, завтра приходите в Покровский собор Я буду там Там будет архиерей Храни всех Господь Продолжение следует... Продолжение следует...